приветствую вас друзья мои с вами садридин я сегодня хочу сделать видео на мое одно из любимых занятий которым является выбирать товары в онлайне из разных ресурсов люблю выбирать разные товары и значит приобретать сегодня вот мне пришли посылки это cb я выбрал лего для внука это отложим и вот моя самая долгожданная хотя это пришло очень быстро это посылка от компании джерри сорта рама я благодарен джерри сорта рама потому что он дорожит своим престижем и всегда посылки отправляет в таких очень надежных упаковках и всегда они приходят в целости в сохранности и без повреждений что я здесь выбрал я сначала хочу рассказать предысторию как вы знаете я занимаюсь масляной живописью и живописью акварельной акварельную живопись я осваиваю масляную живопись уже освоил и люблю писать картины маслом на очень больших холстах вот можете посмотреть к работу которую я начал и она пока приостановлена причиной приостановки является то что я простудил верхние дыхательные пути и когда занимался масляной живописью я сильно стал ощущать пары от растворителей хотя растворитель без запаха но все равно я стал ощущать пары на моё дыхание действовали они очень плачевно и я приостановил эту работу и стал изучать возможности продолжения масляной живописью красками водорастворимыми и вот я приобрел водорастворимые масляные краски от нидерландской компании кобра и вот они пришли и сейчас вашим участием я вскрою этот пакет я люблю вскрывать пакеты бережно поэтому будем вскрывать не повреждаем упаковку посмотрим что здесь вот здесь вот таких упаковках которые я выбрал так начнем с красок ну-ка посмотрим какие мне прислали краски смотрите в таких прекрасных упаковках компания royal talons так хорошо красиво упаковывает свои краски в каждой упаковке по 3 краски это у меня значит цинк white так титаниум white так титаниум white permanent yellow light indian yellow yellow ochre перролл red праймэри мазэнта Бёрн Сиена Бёрн Амбер Ультрамарин Блу Ультрамарин Вталоблу Вталогрин Титаниум Вайт А я Титаниум Вайт 2 выписал Поэтому Дополнительные упаковки Итак вот Друзья мои Я разложил все краски Которые я Выписал Приобрел То есть Здесь Все цвета красок Я приобретал С учетом Color Chart В Color Chart Очень подробно Описан каждый пигмент Каждый цвет И я по ним Подбирал цвета Чтобы потом Можно было получить Дополнительные цвета Смешивая Одну краску С другой Поэтому я Выбрал Значит Первая моя краска Это Цинк Вайт Он В основном Используется При смешивании При получении Новых Цветов Краски Хочу сказать Что мои Все краски Однопигментные За исключением Только Одной краски Бёрт Амбер Значит Два тюбика Титаниум Вайт Перманент Yellow Light Пигмент PY 154 Индиан Yellow Пигмент PY 110 Yellow Охра Пигмент PY 42 Краска Pyril Red Пигмент PR 254 Краска Primer Magento Пигмент PV 19 12 Краска Burnt Sienna Пигмент PR 110 Краска Burnt Amber Это Двухпигментная Краска PR 110 И РБК 11 Краска Ультрамарин Пигмент PB 29 Краска Ptala Blue Пигмент PB 15 Смешиванием Этой краски Можно получить Очень много Разных Голубых Цветов Синих Цветов И Краска Ptala Green Пигмент PG 7 Все краски Высоко Цветостойкие Я вот тут не сказал Насчет Пигмента Краски Цинк White Здесь PV 7 Пигмент И В краске Titanium White Пигмент PV 6 Кроме Этих Красок Я еще Приобрел Медиум И Вот Здесь У меня Значит Пейнтинг Паста Это Наполнитель Для Добавления К краскам Чтобы При Текстурной Живописи Можно Было Значит Густую Краску Наносить То Добавляем Пейнтинг Паст Который Не Меняет Цвет Нисколько И Жидкость Это Жидкость У нас Значит Quick Dry Medium 0.93 Который Добавляется Для Ускорения Высыхания И Придания Блеска Краски И Естественно При Завершении Работы Когда Краска Когда Работа Закончена Высохнет Будем Использовать Значит Adornes Varnish Gloss Лак Без Запаха Глянцевый Тоже От Компании Кобра Здесь Все Продукты От Компании Кобра Теперь Я буду Заниматься Масляной Живописью В основном Водорастерными Красками От Компании Кобра Нидерландская Компания Которая Я уже сказал Преимущество Эти Красок В том Что Кисти Во время Использования Не Промываются Растворителем Который Имеет Испарение Влиящее На Дыхание А Промываются В Емкости С Водой В Воду Можно Дававить Немного Мыльной Жидкости Или Другой Моющего Средства И Промывать Кисть В этой Воде В этом Растворе А потом Ополоснуть В чистой Воде Используется Для промывания Кисти Только Вода И Очень Быстро Хорошо Смывается А как Разбавлять Краску Как я уже Сказал Я буду Разбавлять Значит Пастой И Также Жидкостью Для Ускорения Высыхания Который Также Является И Разбавителем И Придает Блеск Вот Все Что я Приобрел От компании Кобра Для своей Дальнейшей Масляной Живописи На этом Я Своё Видео Заканчиваю Может Быть Это Видео Было Полезным И Для Других Кто Еще Не Занимается Масляной Живописью Для Тех Кто Еще Не Пробовал Писать Водорас Масляными Красками Я Еще Сделаю Видео При Использовании Этих Красок И О Моих Впечатлениях Пока Я На этом Видео Заканчиваю Благодарю Вас За Внимание И Пожелайте Мне Дальнейшей Удачи До Сидания С вами Был Садрагин Всего Хорошего